Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Пинхас. И сказано в нашей недельной главе, в самом начале, и говорил Бог Смаше, сказав, «Пинхас, сын Элязара, сын Аарона Акоина, отвратил мой гнев от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в моей ревности, и поэтому провозгласи, вот я заключаю с ним мой союз мира». Брит Шалом. Объясняет Раши эти слова Пинхас, сын Элязара, сын Эрона Акоина, и приводит он слова Талмуда в трактате Сангидрин. О нем, о Пинхасе, говорили неуважительно в обществе. Посмотрите на этого внука Пути. Отец его матери откармливал тельцов для жертвоприношения идолам. И они намекали на то, что его отец женился на дочери Путюэля, он же сын Итро. И этот человек убил предварителя одного из колен Израиля, и поэтому Писание указывает на его происхождение Аторона специально. Раши дает нам это объяснение, интересное и важное. Для понимания состояния этого общества, в котором тогда жил и Машер Абейну, и Пинхас, мы часто говорим, что без подобных комментариев устной Торы, основой которой является Талмуд, мы не понимаем скрытый, часто даже простой смысл слов Торы. Но у Торы 70 лиц. И есть много объяснений, почему Тора упоминает здесь происхождение Пинхаса. И одно из них я выучил у раби Цвили-Али-Мелыха из Динова, он умер в 1843 году, но он один из немногих мудрецов Торы, чье учение сумело приобрести признание среди всех кругов хасидизма. И его книги пользуются заслуженным уважением во всех кругах еврейского харидивного мира. Сказано мудрецами в Талмуде, в трактате Блахбрахот, пусть всегда стремится человек натравить свое доброе начало ецертов на злое, ецерара. И ведь неудивительно, что каждый с готовностью исполняет заповеди, которые присущи его природе. Если я жавр, однако с радостью буду вставать до рассвета, а потом молиться нец, молитву с первыми лучами солнца. Но заповеди, которые противоречат его природе и его натуре, человек может исполнить лишь напрягаясь, прикладывая усилия. И мотивацией этого является, конечно, сначала страх, а потом на уровне высшая любовь к Творцу. Именно поэтому исполнение таких повелений, когда человек идет против своей природы, против своего ецерара, называется служением Богу. И это имели в виду мудрецы, говорившие о стихе в книге пророка Малахи, «Различите, увидьте разницу между праведником и грешником, между служащим Богу и тем, кто им не служит». Как объясняется в Талмуде в трактахе Хайгага, служащий Богу – это тот, кто повторяет выученное сто и один раз. А тот, кто не служит ему, это тот, кто повторяет только сто раз. И объясняет это в своей книге Таня, основатель хасидизма Рав Шнеур-Залман-Изля, что нормальным явлением для мудрецов того времени было повторять все изученное сто раз. Мы можем только всегда это представить. И эта привычка стала как будто второй природой, второй натурой. Поэтому, говорит Баля Таня, тот, кто следует привычке, не прикладывая новых усилий, не называется служащим Богу. Однако сто первый раз требует от человека усилий по преодолению своей природы, и тот, кто предлагает эти усилия, называется служащим Богу. Но при чем здесь, вы скажете, поступок Пинхаса в нашей недельной главе? Пинхас был сыном Элязара, сыном Аарона, Коэна, потомком людей по природе своей, ищущих мира и стремящихся к милосердию. И Пинхасу самому от рождения наверняка были чужды гнев, ярость, какие-то такие импульсивные движения воинствующие. Именно для того, чтобы показать эту связь человеческих качеств и природы Пинхаса с природными качествами Аарона, немногословная, как правило, Тора, перечисляет его родословную. Ведь именно Аарон был тот, за слову которого евреи защищали от солнца облака славы в пустыне все 40 лет. И это именно он всегда находил нужные слова, чтобы помирить двух друзей или супругов. Именно он был олицетворением мира и любви другому еврею. И мы знаем, что Тора – это книга архетипов. В данном случае на примере Аарона Акоина Тора нам выстраивает архетип колена Коинов, как части колена Левитов. Мы видим до сего дня, посмотрев на поступки и поведение слова еврея рядом, мы с большой вероятностью узнаем Коинов. Милосердие и стремление к миру – это одна из отличительных их качеств. Это их природа, вложенная Творцом Ваарона, брата Маше, Рабейну, первого Коина в еврейском народе. Но Пинхас, увидев происходящее в среде евреев и происходящее с Зимри, сыном Салу, предводителем отчего дома Шимони, и Мединкой Козби, дочью Цура, в своей любви к Всевышнему поступает вопреки своей природе. Хватает это копье и пронзает ими двумя. Он, любящий мир, вступил в войну со всем народом, поступив наперекор общественному мнению, чтобы отвратить гнев Всевышнего. И поэтому, поступив во имя Творца, вопреки своей природе, согласно правилу «мера за меру», он удостаивается союза мира. Поступок Пинхаса отстранил от народа гнев Всевышнего и восстановил нарушенную связь евреев с Богом. И поэтому известны слова Медраша о Пинхасе, сына Алязара, сына Аарона Коина. Сказал Всевышний, бласловен он, по справедливости причитается ему его награда. И Пинхас получает коинство, и все его потомки становятся частью колена коинов. Самое сложное – идти против своей природы, наперекор привычкам, устоявшимся жизненным установкам. Но если они противоречат воле Бога, то выбора нет. И учат наши мудрецы, что настоящее наше влияние на наш мозаль происходит только тогда, когда у нас есть борьба с самим собой. Потому что именно в этой точке в полноте реализуется свобода выбора. Выбора выполнить волю Бога или нет. Когда мы уже приучили себя не кушать свинину, перед нами выбор уже практически не стоит. А значит, это уже не то влияние наверх, которое было раньше, когда нам было трудно отказаться от этого вкусненького. И чтобы сохранять влияние на свой мозаль, а где гарантия, что дальше тоже все будет как мы хотим, как сейчас, как все будет хорошо, надо влиять на свой мозаль. Но для этого нужно создавать новый и новый фронт побед. Именно фронтом и завоеванной территорией иллюстрируют Равлиагу Деслер эти два разных состояния. Первое спокойное соблюдение уже наработанных годами заповедей и тяжелая борьба за новые победы. И эти новые фронты, они бесконечны. Их множество, им множеством нужно идти. У кого-то они над кошерной, не кошерной говядиной, а затем и курочкой. У кого-то, кто уже от свинины отказался, но от говядины все еще никак нет. Свинина же, да, это понятно, но обычная не кошерная зарезанная говядина, она такая же, как свинина. Это тоже не кошерное мясо. И курица тоже. У кого-то, уже кто-то пошел уже дальше, у него борьба за горячее приготовленной рыбой в не кошерном ресторане. Но это же рыба. Эта рыба впитала в тот вкус в не кошерном ресторане, потому что на сковородке еще только жарили свинину, и это впитало вкус, а потом отдала этой рыбе, и она стала свининой. Кто-то старается даже не заходить в КПФ в не кошерный ресторан, чтобы не осквернить имя Всевышнего. Ведь кто-то, кто его знает, как соблюдающий его евреев, может подумать, что он, не дай бог, ест там в этом ресторане. А значит, вот это, оказывается, такое отношение евреев к вашему богу, к их богу. И последствия этого трагичны. Эти фронты, они бесконечны. И они нужны нам. Мы их должны и обязаны взваливать на себя, чтобы выполнять свою функцию быть народом бога, быть партнером бога, служащим богу, быть евреем, быть в конце концов человеком. С большой буквы. Браха вы от слаха. Благословение и удача. Если перед вами сейчас стоит какой-то выбор, сделать как правильно, или сделать как удобно, знайте, это новый фронт. И от того, как вы его пройдете, и перейдете в этом вопросе к завоеванной территории, зависит то влияние, то воздействие, которое вы окажете на свой мозаль, на свою судьбу, зависит ваша судьба. Хорошего окончания дня. Остаемся и дальше в поисках смысла.